В состав жюри вошли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и генеральный директор государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. На суд экспертов было представлено 400 работ из 55 регионов страны. Среди 14 победителей канал 16 стал единственным представителем Нижегородской области. Само награждение проходило в большом зале заседаний. То, что видят люди, когда, грубо говоря, в федеральных новостях, когда снимают что-то про министерство строительства. Вот мы были, находились в этом зале, перед нами сидел министр, перед нами сидели высокопоставленные чиновники ЖКХ и так далее. Люди говорили о том, что мы сделали большую работу. Программа «Дело по плечу» выходит на нашем канале уже полтора года. За это время Кирилл успел попробовать себя в роли пиротехника, ветеринара, пожарного, кинолога, футбольного тренера, ледовара и даже мастера по маникюру. В выпуске программы, которая занял призовое место на конкурсе, Кирилл Васенин рассказал о технологии возведения габионов в жилом комплексе «Саровская ривьера». Годом ранее этот проект компании «Саровинвест» по комплексному освоению территории в Поймире Кисатис был достоин диплома финалиста главного отраслевого конкурса Минстроя Российской Федерации в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территории». Один из организаторов конкурса, который, грубо говоря, отбирали работы, когда позвонил сюда в «Саров» и сказал мне о том, что я выиграл, он сказал мне такую фразу. «Кирилл, я до момента, пока я не увидел твою программу, я не знал, что такое габионы. Человек живет в Москве». И когда мы уже выезжали, все закончилось, и пресс-конференция с министром закончилась, и награждение закончилось, он еще раз подошел, говорит, ну, прям будет, говорит, ну, вот мы смотреть с большим удовольствием. Он говорит, вот что-то, что-то было новое, что-то необычное, что-то неожиданное в строительстве было, развлекательная программа, такая развлекательно-познавательная программа, из которой действительно можно было подчеркнуть что-то интересное. Журналисты, операторы и монтажеры канала «16» ежедневно трудятся над тем, чтобы зрители были в курсе всех важных городских событий, придумывают новые информационные и развлекательные проекты. Победа на всероссийском конкурсе – это высокая оценка работы всего телеканала. Я не отношусь к этому как к личной какой-то победе. Это победа в первую очередь коллектива, победа не только журналистов, но и оператора, монтажера, административного корпуса нашей студии, которые договаривались о съемках, потом согласовывали какие-то моменты определенные в монтаже и так далее. То есть такая победа, которая досталась всему коллективу, несмотря на то, что ездил я туда один. Программу «Победительницу. Дело по плечу Габионщик» можно посмотреть на нашем канале в YouTube и группе ВКонтакте.